На этом уроке мы приведем примеры имени с неизменяемым окончанием и являющегося относительным изменением в значении и так далее. Так в суре Аш-Шамс «Солнце» мы читаем «Кад Аф-Ла-Ха-Ман-Зак-Ка-Ха» «Предуспел тот, кто очистил ее», то есть свою душу. Так в этом глагольном предложении «Ман» является фаэлем, действующим лицом глагола Аф-Ла-Ха. «Ман» здесь это «Исман-Маусулин» относительным изменением в значении «Ляды», в значении «Ляды», «Тот, кто» или «Тот, который». То есть «Кад Аф-Ла-Ха-Ляды-Зак-Ка-Ха». Получается «Кад Аф-Ла-Ха-Ляды-Зак-Ка-Ха». Значит «Ман» мы скажем «Мабни-А-Ла-Сак-Куни» с неизменяемым окончанием сак-Куном на конце, но в махале «Раф» на месте паджа «Раф» именительного паджа «Фаэль-Фаэль» действующего лицом глагола Аф-Ла-Ха. «Валь-Джумля-Туль-Фаэль-Юту» «Зак-Ка-Ха» – это у нас глагольное предложение. «Зак-Ка-Ха» является «Сыля-Туль-Маусулин» предатком, предаточным предложением для относительного местомения «Ман». А возвратным местомением, которое возвращается к относительному местомению «Ман», у нас здесь является «Ха-Дамир-Л-Муста-Тру-Фаэль» является скрытое подразумеваемое в глаголе «Аф-Ла-Ха-Местомение» «Та-Кдир-У-Ху-Хуа», которое выражено местомением «Хуа». Это и есть тот «Ар-Рабиту», то есть то связующее звено между относительным местомением «Ман» «Ва-Сыля-Туль» и его предатком. Другой пример, где «Аман» в значении «Аль-Ли-Зи» находится на месте «Паджа-Рафа» именительного «Паджа-Фи-Махали-Рафа» «Во-Минан-Наси-Ман-Якулю» среди людей есть те, кто или такие, кто говорят и так далее. Здесь у нас «Минан-Наси» это «Хабран-Му-Каддам» сказуемое, поставленное перед своим подлежащим «Му-Каддаман-Аля-Мубтада-Ихи», то есть «Аль-Джар-Валь-Маджрур» «Минан-Наси-Шибхан-Джумлати» подобие предложения «Аман» это «Мубтадан-Махурм» – подлежащие, поставленные после своего сказуемого. Также как в первом случае мы скажем «Фи-Махали-Рафин мабни-Аля-Сукун фи-Махали-Рафин на месте «Паджа-Раф» именительного «Паджа», так как «Аль-Мубтада-Уминал-Марфу-Адин» «Подлежащие» относятся к тем именам, которые ставятся в положении «Раф» в состоянии «Раф» именительного «Паджа», согласно грамматике арабского языка. Третий пример это «Уля-Кинн-Аль-Бирра-Ман-Аман-Билля-Хи» «Но благочестие», а если точнее, то есть «Обладатель благочестия» это тот, кто уверовал Аллаху и так далее до конца айта. Здесь у нас «Ман» это «Хабр-Уля-Кинна», «Хабр» частицы «Ла-Кинна», являющийся «Мин-Ахавати-Инна» из «Сестер» частицы «Инна». Значит «Ман» здесь тоже «Фи-Махали-Рафин» на месте «Паджа-Раф» именительного «Паджа». Пример для «Паджа-Насб винительного паджа» это «Ва-Ту-Иззу-Ман-Та-Шау» «Ты возвеличиваешь того, кого пожелаешь». Здесь у нас «Ман» является «Исман-Маусулин» относительным местоменем значения «Ляды», то есть «Ту-Иззу-Ляды-Та-Шау». Так «Ман» здесь «Мабнив-Ала-Сыкуни» с неизменяемым кончанием «Сыкуном на конце». «Имахали-Насбин» на месте «Паджа-Насб винительного паджа». Прямое дополнение глагола «Та-Иззу-Ляды-Маусули» предаток относительного местоменем «Ман» это предложение «Та-Шау-Ху» «Возвратным местоменем, которым являясь скрытого местоменем «Аль-Ха» «Аддамир-Махадуфу» «Аль-Ва-Ку-Мафу-Лян-Бихи-Ли-Та-Шау», являющийся прямым дополнением глагола «Та-Шау». То же самое мы видим в других примерах, например, «Тар-Зу-Куман-Та-Шау» и «Яхди-Ман-Яшау» и множество других примеров. Пример для паджа-джар, родительный паджа-асман, являющийся «Изма-Маусуль» относительным местоменем это «Яхди-Мафиру-Ли-Ман-Яшау» «Прощает тому, кому пожелает». Здесь у нас «Ал-Лам» это харфу «Джарин» – предлога родительного паджа. «Аман» это «Изма-Маусуль» относительное местоменем «Мабни-Ала-Сукуни» с неизменяемым окончанием «Сукуном на конце» «Ви-Махалли-Джарин-Бил-Лами» На месте паджа-джар, родительного паджа посредством харфа «Джар» «Предлога родительного паджа-Лам» А глагольное предложение «Яшау» это у нас «Сулат-Л-Маусули» «Предаток» «Предаточное предложение для относительного местомения «Ман»» А возвратное местомение к «Ман» это у нас удаленное местомение «Аль-Ха» являющееся прямым дополнением глагола «Яшау» Другой пример «Нарфау дараджа-Ти маннашау» Мы поднимаем степени тех, кого пожелаем Здесь у нас «Ман» является мудав и лейхи Второй частью изофетной связки, изофетного сочетания, изофетной конструкции А «Дараджа-Т» это мудав и ля-ман Являясь первой частью изофетной связки для слова «Ман» Значит «Ман» здесь «Мабнио аля сакуни» С неизменяемым окончанием «Фи махалли джари» на месте паджа-Джар Родительному паджа-Бель мудави Посредством мудави То есть его аймин фактор это мудав Слово «Дараджа-Т» Но если мы возьмем другое вид чтение «Аль-Кират-Л-Ула» «Аль-Кират-Л-Ухра» Другое вид чтение Мы возвышаем степенями Или по степеням Кого пожелаем То в этом случае «Ман у нас ля-куну фи махалли джари» Не будет на месте паджа-Джар Лен-ху ля-куну мудаван и лей-ли даржат Так как не будет являться второй частью изофетной связки «Из ля-идава тахуна» Так как здесь уже нет из-за идафы Примыкания присоединения первого слова «Даржат» Ко второму слову «Ман» Ля-анна ля-фзата даржатин Гуна биттануин Так как слово «Даржат» здесь встануином на конце «Мимма ямна аль-идава тахуна» Что имещает идафы Присоединению Как мы видели в переводе Возвышаем степени того, кого пожелаем Нарфа даржатин маннашау Бил-идавд И возвращаем степенями, кого пожелаем Нарфа даржатин маннашау Бегат аль-идавды Без идафы В этом случае «Ман» у нас будет На месте подъезжая Нас винительную подъезжая Мафуул бихили нарфа Прямое дополнение Глагола нарфа Возвышаем кого Возвышаем того, кого пожелаем И так далее В первом виде чтения Аль-мафуулу Хуа ляфзата даржат Прямым дополнением Является само слово «Даржат» Возвышаем кого что Возвышаем степени Тех, кого пожелаем Аллаху алим